Всем выйти из сумрака. 28 января по народному календарю Павлов день. Этот праздник также известен как День колдуна. Нужен ли нашему городу ночной дозор и как же живется магам и колдунам в 21 веке, разбиралась наша съемочная группа. На наших глазах землячка и по совместительству ведьма Алена проводят обряд очищения помещений от негативных эманаций. Огонек, танцующий на черной свечи, запах полыни и чуть слышный шепот. Все это создает действительно таинственную атмосферу. Еще минуту назад обаятельная девушка, сейчас от нее погруженная в магию, верит чем-то опасным и чуждым. Говорит, что открылся этот дар с самого раннего детства. Сила мысли, сила предчувствия. Что я скажу, происходит, сбываются сны, вещи сны. Потом у меня были в жизни тоже интересные моменты, когда бабушка со мной попросила мне лечь с ней спать, тоже была маленькая, и она умерла. Я, получается, с трупом пролежала 4 часа. Тоже силы передались бабушкины. И я поняла еще в детстве, что я не боюсь покойников. Вот когда дети подходили к покойным, боялись, я нет. Я боюсь живых людей. А покойников я не боюсь. Кладбища я не боюсь. Мне там спокойно. Людей Алена боится, но старается им помогать. Говорит, занимается на этим давно и с удовольствием. Никогда я не буду заниматься, ни за какие деньги были предложения, заниматься приворотами, увождением супруга из семьи, супруга либо супруги, когда есть УЗы. И не буду я наводить порчу. Не буду. Умею, хорошо умею делать, но не буду. Две. Приворот и порча. Люди идут к колдунам, чтобы найти пропажу или человека. Думают, что получат помощь с карьерным ростом или личным обогащением. Наладить отношения с близкими. Для Алены то, что многие из нас считают потусторонним и удивительным, вполне обыденное явление. Ваши потребности, да? Вы хотите покушать, хотите спать. То же самое у меня. Я хочу гадать, я хочу помочь. Ну это же тоже помощь людям. Люди же не просто так ко мне приходят. Они же ко мне за помощью обращаются. Говорят, 28 января колдуны передают свои силы молодым адептам магии. В этот день наши предки старались не выходить из дома, чтобы не попасть на глаза тем, кого считают носителями магической силы. Сейчас эти суеверия давно канули в лету. Но до сих пор люди, какими бы прагматичными они были, с очень безвыходной ситуацией готовы обратиться к любому, кто обещает оказать им помощь. Это играет на руку всевозможным магам. А почему такие убеждения складываются? Потому что с детства нам читают сказки про волшебство. Фильмы сейчас какие красочные, с какими спецэффектами красивыми. И все это говорит о том, что волшебство, оно помогает все-таки. И помогает бороться добру со злом. А значит появляется такая некая надежда, которая нас подогревает, и мы начинаем в нее верить. А надежда, как известно, всегда с нами остается, никогда не умирает. И да, человек идет к таким людям, которые якобы обладают такими способностями за помощью. Но здесь нужно еще понимать, что есть люди, которые натренированы читать людей, так сказать. То есть есть у нас такие невербальные средства общения. Это как мимика, взгляд, подергивание мелких лицевых мышц. Поза, движения какие-то, которые именно с помощью невербальных средств общения человек может о себе очень многое рассказать. Вот такому вот человеку, экстрасенсу. Но среди них, к сожалению, есть очень много мошенников, которые пользуются доверчивыми людьми. День колдунов – неофициальная дата, когда мы в очередной раз можем решить для себя, как мы относимся к магии и готовы ли довериться людям, которые ей занимаются. Но не стоит забывать, что настоящие чудеса без поддержки потусторонних сил творит только человеческое упорство и трудолюбие. Можно ли изменить мир заклинанием или все это предрассудки? В продолжение темы – опрос с улиц города. Обращались ли вы к экстрасенсам? Нет. И не верите в магию, получается? Нет, вообще. Нет, нет. А в целом в магию верите? Нет, не верю. Нет, нет. А вы верите в магию? Нет. Нормально отношусь, но не обращалась. Нет, не верю. А в магию вообще? Тоже не верю. Нет. И в магию вы тоже не верите? Тоже не верю. Нет, не верю. Это зависит от человека, какая у него физика, уходит ли у него тот человек. Если он, как сказать, на себя, ну так, все равно, какая-то должна быть сила в человеке. Я сильная женщина, я вообще не верю. Я сама справляюсь. Спасибо. Спасибо.